добрый вечер добрый вечер я рад тебя видеть в студии мы с тобой давно хотели поговорить ну вот наконец удалось она я думаю что по-любому мы представим тебя и в описании я думаю тебя очень многие знают у тебя популярный youtube канал по десятки тысяч подписчиков у тебя есть видео которые просмотр которых это по 200 тысяч сотни тысяч и так далее так далее . аж показатель для азбуржанского ютуба но ты не журналист в данном случае ты чек совершенно другой сферы и мне было интересно с чего вдруг и как и почему и что тебя сподвигло на то чтобы взять в руки камеру начать ходить по улицам поначалу это были улицы баку потом ты уехал и по районам делал и за границей делал я знаем мы сегодня об этом поговорим но ходить и освещать проблемам города в первую очередь связаны с урбанизацией с улицами с асфальтом с транспортом и так далее что погудило потому что ты и не инженер не архитектор не транспортник то есть для тебя вообще все это все это другая сфера что что стал причиной причина такая ты правильно отметил что я не журналист не оканчивал образование на эту тематику но в целом если взять благо сферу я занимаюсь этим в целом блогом где-то с примерно 2006 года 2005 2006 когда стал популярным живой журнал русскоязычная сфера на самом деле может быть ты тоже заметил что лет 15-20 назад в интернете даже в азнете был преимущественно русский язык то есть контента на азербайджанском языке практически не было и тогда начал как обычный блогер и в основном освещал темы но я учился на информатику и начал с информатики потом как тискать купил то тогда на тот момент именно видеокамеры таких телефонов не было купил себе простую мыльницу и начал в целом фотографировать город там выходил на разные ресурсы но освещал это в целом на уровне любителя скажем так потом я когда купил себе автомобиль 2009 году десятом году давно скажем тогда мой если самый первый мой автомобиль это от жигули был на котором я принципе учился и мне стала очень интересна тема безопасности дорожного движения потому что я в принципе видел что происходит на дорогах там со всех точек зрения но я понял что просто невероятная ситуация что очень сильно контрастировала в целом с развитием страны особенно в 2000 году точно то что происходило на дорогах никак не соответствует начал вступать в разные клубы мы организовали своего такое и читмайберли скажем так общественное движение на эту тему и вот думали как сделать город лучше безопаснее когда начал уходить в дебри этой темы я в итоге понял что так или иначе это все пересекается ну так называемый наукой но это как бы под наука архитектура который называется в принципе урбанистика и урбанистика она гораздо более такой расширенный термин то не только безопасно дорожное движение только культура вождение не только там пешехода и так далее это в целом уходит о том как должен как устроен город и как в этом городе должны передвигаться там именно транспорте общественном транспорте и так далее, пешеходы, как вообще в целом город должен развиваться, каким он должен быть удобным. И, в принципе, сначала начал, опять-таки, с русскоязычного сегмента, начал смотреть Илью Варламова, был твоим гостем. Есть еще другие специалисты, российские блогеры, там, Аркадий Гершман, Максим Кац и так далее, они очень сильно тогда освещали эту тему, начал изучать с них, потом по их рекомендации, начал изучать с литературой, там, покупал какие-то книжки, ну, благо, в первом веке не только там бумажное что-то не находил, что-то покупал, и вот около 7-6 вот таких серьезных книг я на эту тему когда прочитал, у меня вот радикально изменилось мировоззрение в этой сфере, то есть я даже выходил в город, я смотрел на это по-другому, ну, поговорим еще об этом. И первое желание было, опять-таки, если уходить в заначки блогерства, потому что я все это любил освещать и так далее, я говорю, что, ну, почему бы, как бы, не доносить это до более широкой аудитории, и самое главное на нашем языке, на азербайджанском языке, я потому что практически ничего не было тогда. Были какие-то определенные страницы, они сейчас есть, группы и так далее, но почему бы это не расширить? Открылась, значит, страница в Фейсбуке, сайт мы открыли, блоги писали, что-то переводили, и вот тихо-тихо, после того, как там развился Инстаграм, развилась эра того, что даже на телефон ты можешь создать неплохой контент, сказал, что, ну, почему бы не перейти на тот формат, который больше всего популярный в этой сфере, это, конечно, видео. В каком году ты открыл свой YouTube-канал? Ну, YouTube-канал у меня, в принципе, он старый был, я там на велосипеде катался, там, возле и так далее, но активно начал свое первое видео про урбанистики в 21-м году я выложил, во время пандемии, и потом, ну, тогда выходил с периодичностью где-то раз в 2-3 месяца, но потом стал делать это чаще, в том числе и начал, когда ехать. В 2001-м ты сказал? Нет, в 2011-м, я если сказал, в 2021-м, в 2021-м, в 2021-м, в 2021-м. В 2021-м, сейчас в 2024-м, за три года обойдя город вдоль и поперек, скорее всего, с камерой, ты узнал его лучше, чем знал до этого? Или плюс-минус все то же самое? По городу я и так ходил достаточно много, но и даже если говорить о... Нет, я имею в виду о проблемах, ты узнал их лучше, вот с камерой ты узнал их лучше, или ты по-любому их знал, просто и осветил их? Я их знал, но когда начал ходить с камерой, все детали узнал больше, скажем так, об этом можно так это приводнести, что да, я на самом деле, меня даже просили, не всегда видео, это могло быть просто фото и так далее, говорили, что есть какие-то проблемы с местом, но я тогда приходил, на самом деле, видел, что во многих местах контраст между центром и спальным районом просто катастрофический. Слушай, вот сегодня ты заранее знаешь, что ты можешь опознать, ты сказал, что, возможно, я опоздаю, потому что ты понимал, что, в принципе, если бы у нас был нормальный трафик, расстояние от твоей работы до нашей студии, вполне, то время, когда мы назначили съемки, тебе вполне было достаточно, чтобы доехать. Но мы все понимаем, что в городе коллапс, транспортный коллапс, и поэтому ты заранее предупредил и сказал, что, возможно, опоздаешь. Давай об этом поговорим. Давай поговорим о том, что происходит сейчас в городе, почему все так плохо. У нас раньше одна дорога была утром, когда все едут на работу в школу, и вечером, когда все едут с работы. А сейчас, если ты проедешь, например, по Тбилисскому, там, я не знаю, с центра города, наверх в сторону 20 января, даже в 9-10 вечера, и порой даже в 11 вечера, там все равно пробки. Вот я не понимаю. Это все? Это так будет теперь всегда? Вот так если мы сейчас поговорим поподробнее, но просто плавно пришли от опоздания, от блога и так далее. Но так в целом, если отвечать поверхностно и коротко. Все? Это наша реальность? С ней надо смириться? Нет, категорически смириться нельзя. Хочу назвать одну очень символическую дату. Это 2004 год, ровно 20 лет назад, в феврале, было принято одно очень неправильное решение. Это убрать с бакинских улиц трамвай. Не знаю, это личное решение тогдашнего мэра, нашего главы испанительской власти Каджибала Папуталубова. Конечно, человек много чего хорошего сделал, можно вспомнить, не будем только ругать, но тем не менее, это было очень ошибочным решением убрать из растущего города, который на тот момент, скорее всего, уже не менее двух миллионов в себе вмещал, убрать общественный транспорт, который считается самым эффективным после метро. Это было радикально неправильное решение, кардинально неправильное решение. И для чего это дело самое главное? То есть тогда речь не шла о деньгах и так далее, потому что на самом деле уже мы тогда переживали нефтяной бум по одной простой причине. Обосновывалось тем, что слишком мало мест для машин, поэтому надо убирать трамвай. Он занимает много места, он дряхлый такой, давайте сделаем так, уберем весь трамвай. Если была бы возможность снести метро, наверное, метро снесли бы, просто он под землей шел, его не тронули. И сказали, что вот мы сейчас там сделаем трехполосную дорогу, пятиполосную, и наступит часть, автомобильная часть. Ну, мы, в принципе, совершили ошибку, не будем опьянять только его одного, которую совершили многие города, особенно это на территории СНГ. Это и Двилиси, и в Алмате был трамвай, но в Москве, в Минске, в Киеве его оставили, но были Ташкент, тот же самый, тоже там были трамваи. Ну, была такая вот какая-то глобальная идея, что если мы сделаем условия для автомобилей, все будут счастливы. Ну, не предусмотрели один очень важный такой момент, что чем больше ты создаешь дорог, тем больше ты создаешь условий для автомобилей, тем больше людей идут покупать себе автомобили, потому что они видят, что создается для них инфраструктура. Таким образом, автоматизация, она достигла, вот начиная с такого периода, около десятикратного роста. Ты сказал, кстати, что Абуталов очень много хорошего сделал. Можешь привести так коротко по пальцам, что хорошего он сделал? Скажем так, по пальцам как минимум, это то, что нужно сделать сейчас. Если помнишь, тогда вот, когда он только пришел, одним из его первых решений, ну, я тогда уже достаточно таким, в зрелом возрасте был, я помню, что в городе было очень много таких уродливых киосков, таких советских, которые понатыкли где только можно, да, и это было одно из его первых решений, потому что несколько было прям около нашего дома, там прям старые гаражи снесли, это просто такая, да, не очень приятная, лицеприятная была ситуация, что и в нескольких местах он вот конкретно их убрал, это было, как будто он даже представлял, там, приходил на места, показывал, что так нельзя, и там где-то создал мини-сквер и так далее. И я в чем это говорю, что это очень важно сейчас, потому что в городе, это и сам свидетель, что сейчас вот этот новый бум, как и каких-то киосков, которые там загрождают тротуары и так далее, ну, то есть вот этим он мне запомнился. Такие киоски при нем же были и поставлены, если не ошибаюсь. Разве? Ну, он уже лет 7, как не мэр, ну, или, может быть, 5. Я не помню период, когда у нас не было киосков просто. Вот в один момент они полностью ушли, но потом, не знаю, был какой-то перерыв, может, лет 10, потом, может, они опять появились. Опять-таки, могу ошибаться, но я, опять-таки, не хочу как бы хвалить, конечно, неправильно говорить, да, что там человек будет делать только плохое, только хорошее, ну, какие-то там инициативы, конечно, были. Да я, как минимум, другое хочу сказать. Опять-таки, может, это какая-то личная история, что перед домом родителей тоже была такая, ну, как сказать, не облагороженная территория в долгое время, да, в 90-е годы. Вот он пришел и облагородил ее. Может, опять-таки, были какие-то точечные решения, но, тем не менее, вот, помню, вот какие-то начинания были. Но, тем не менее, опять-таки, то есть это ничто не оправдывает как бы того, что в Баку был убран трамвай. Окей, генплан. Ты знаком с ним? Я знаком с генпланом, знаком. Насколько лет он у нас рассчитан? Новый генплан, напомню, до 40-го года, да? До 2040-го года. Он был разработан в 20-м году, но из-за пандемии его утверждение задержалось очень сильно, очень сильно. Его только в конце прошлого года, на три года отложили его принятие. И большой такой документ, страниц на 200. Его не приняли еще раз? Нет, приняли, приняли, опубликовали. Есть его короткая версия. И его, скажем так, черновая версия, она на сайте до этого была, там года два висела на сайте комитета, да, по городостроительству. Ну, и в итоге его вот утвердили. Сколько людей в Баку сейчас живет? Я предполагаю, официально в том же документе говорится, что около 2,2-2,5 миллиона. Я думаю, что Баку надо рассматривать в контексте агломерации всего Абширона. Но я думаю, что на всем Абшироне между 3 и 4 миллионами людей проживают. Мне надо сказать, что все 5, если честно. Половина страны, мне кажется, здесь живет. И я абсолютно не виню людей, которые приезжают. Понятно, что они все едут. Почему они сюда едут? Но мне кажется, что здесь прям вот полностью... Опять-таки, это чисто такие совершенно дилетантские измышления человека, который не ходил, не замерял и никакую статистику не ввел. Но у меня есть такое ощущение. В любом случае, 3 и 4 тоже немало. Это тоже немало. Скажи мне, что тебе больше всего понравилось в геймплане? Что запомнилось и понравилось со знаком плюс, а что со знаком минус? Если глобально посмотреть, на самом деле, ну, весьма неплохой генеральный план есть. А мне показалось, он отсталый с точки зрения того, что когда мы придем к 2040-му, весь мир будет совершенно другой. А мы до 2040-го задали себе планку делать то, что мир уже сделал. Разве нет? В принципе, да. Но в любом случае, геймплан – это такой документ, что это не так. Допустим, условно, ты его принимаешь и 20 лет не трогаешь. То есть к нему всегда можно добавить корректировки. Там, если говорить опять-таки словами, есть Баш-план, есть Мефасель-план. Это то есть большой, основной и детальный план. К нему можно делать документы. И кроме того, уже сейчас в Баку делается много чего-чего нет в генеральном плане. Условно, даже вот была какая-то карта маршрутов общественного транспорта, которая уже нашла свои изменения. Это не то, что плохо, но тем не менее, если говорить о генеральном плане в целом, хороший ли это документ, хороший ли у него посыл, конечно, это хороший посыл. То есть там, даже если открыто это не написано, там говорится о том, что нужно сделать город с хорошей мобильностью, чтобы люди не стояли в пробке, у людей были альтернативы транспорту. Город был удобный для пешехода, чтобы на короткие расстояния те не стимулировались пули с автомобилем. В том числе в генеральном плане прямо черно-по-белому написано, что на Бакинской улице предлагается вернуть трамвайную сеть, расширить сетку метро. Прямо так и написано, что вот такое количество станций. Трамвайную сеть и метро. Да, да, да. В основном 76 трамвайных станций новых метро. Трамвай. То есть там есть до 30-го года план, до 35-го и до 40-го года. А где? Мне сложно представить, как вот по этим нашим дорогам, даже в центре, и вот с суженным сейчас до ситуации, когда там с этой стороны паркинг, а с этой стороны для велосипедов, а с этой стороны еще что-то. Мне сложно представить, как туда еще можно внедрить трамвай. Самое большое заблуждение, опять-таки, если смотреть со стороны, человек, который не в этой теме, кажется, что когда ты прокладываешь трамвай, ну или, допустим, линию автобуса, то есть ты почему-то автоматически уменьшаешь, да, ты физически уменьшаешь место для машин, но автоматически и снижаешь способность эту улицу провести. На самом деле, трамвай, если мы будем рассматривать не с точки зрения провозной способности, есть пропускная способность, это по машинам автомобилям она измеряется, а есть провозная способность, это сколько людей, которые способны переварить эту улицу. То есть, скажем так, в одном трамвае, в среднем, в современном, да, там от 200 до 400 человек едет, это примерно означает, что минимум 200-300 машин с этой улицы мы можем брать и пустить по этим улицам трамвай, и количество автомобилей при этом не имеет никакого значения. Ты же знаешь, что с нашим человеком это не получается. Не получается человека, за таким исключением, пересадить на общественный транспорт обратно с машины. Он мечтает зачастую, наоборот, с общественного транспорта когда-нибудь скопить и перейти на машину, и он готов стоять в пробке, но не готов оставить машину и перейти обратно в трамвай. Есть такое заблуждение, вот есть какая-то сегрегация, в том числе у наших чиновников. Мы почему-то, допустим, есть какая-то, допустим, 2-3 миллиона людей, которые каждый день передвигаются по городу, условно, пусть миллион будет. Мы почему-то их рассматриваем как две разные категории, то есть люди, которые идут на автомобиле и на общественном транспорте. Условно, это транспорт богатых, транспорт бедных. Просто я как метафора, на самом деле это, конечно, не так, но... Но, к сожалению, это стереотипное отношение. Это стереотипное отношение, но, опять-таки, если мы применим это с точки зрения того, как отходит к урбанистике, если человек, я по этапам постараюсь объяснить, человек, выходя из дома, он, допустим, едет на какое-то расстояние, он принимает решение по трем параметрам, по трем критериям. Это первое, это скорость, то есть сколько времени он займет. Второе, это комфорт и цена. То есть если по двум из этих трех показателей преобладает какой-либо вид транспорта, то он выберет его, то есть два из трех. Например, какая ситуация сейчас вакуа проецируем? Например, мы сейчас, допустим, сейчас пробка, например, и мы едем по какой-то улице, где, допустим, либо нет общественного транспорта, либо он плохой, нет выделенной полосы. Мы говорим, что, допустим, если я возьму машину, это мне будет комфортно, да, комфортно. Быстро, но это будет так же быстро, сколько я постою там в автобусе, например. И уже третий вариант, цена в данном случае не будет ключевого решения. Возьмем другой пример, допустим, теоретически. Допустим, есть, допустим, какая-то улица, допустим, какой-то террористик в боку вернулся, трамвай или где-то, допустим, какая-то зарубежная практика. Вы знаете, что отсюда до Тбилиска вам нужно срочно доехать. И есть, допустим, трамвай на эту улицу. Чисто теоретически, допустим, он за 10 минут доедет, а в пробке вы представите им 30-40. И бонусом к этому у вас есть, допустим, месячная проездная карта, которую в адрес там заплатили монаду в 30. То есть фактически в адрес заплатили, поездка сама будет бесплатной. То есть получается, я на трамвай войду бесплатно и быстрее. Готов ли я пожертвовать 10 минут месим комфорта, например, или 15 минут. Большинство людей, несмотря на все стереотипы, я уверяю тебя, что они выберут, конечно, общественный транспорт. Сначала, с 15 сентября, как началась школа? Я всего один раз выезжал из дома на машине. Я утром оставил. Я сказал, что пока не наладится ничего, я ее брать не буду. Я либо в метро, но мне, слава богу, недалеко, там три остановки по прямой, либо автобус, тем более по выделенной полосе, сейчас быстро. Но если поговорить с большей частью людей, наших с тобой ровесников, они скажут, что мне лучше посидеть комфортно одному в пробке какое-то время, зато я один, никто не толпится, никто тебя не толкает, никто тебе не говорит кетчериали, никто неплохо не пахнет, чем вот так залезть в транспорт с людьми очень как кильки в бочке и все. Большей частью выберет это. Для того, чтобы было то, как ты говоришь, наверное, нужно, чтобы транспорт был совершенно другим, наверное, нужно, чтобы автобусы приходили там не раз в 10 минут, а раз в 2 минуты, чтобы составы метро проходили не раз в 9 минут, а там каждую минуту и так далее, и так далее. То есть транспорт должен, общественный транспорт должен измениться. Ты не можешь поменять мнение людей об общественном транспорте и заставить их пересесть обратно с машины на общественный транспорт, пока ты не сделаешь его быстрым, комфортным, удобным, чистым, опрятным и, естественно, не таким дорогим. Так что мне кажется, что это такие взаимосвязанные вещи. Ты как бы сам задал вопрос и за мной его ответил. И я, опять-таки, хочу еще очень важное дополнение. Это то, что, ну и мне, и там, начиная от моих знакомых, от того, что я читаю в социальных тех комментариях, пишут, что вы почему являетесь врагами автомобилистов и пытаетесь всех как бы насильно пересадить на общественный транспорт. И приводит, например, США. Категорически нет. То есть нет задачи перевезти всех из автомобиля на общественный транспорт. Категорически нет. То есть сейчас ситуация такая, что если мы 30-40% поездок на автомобили уменьшим и перевезем в общественный транспорт, это значительно как бы в лучшую сторону повлияет на ситуацию. Допустим, ты говоришь, что не все. Конечно, не все. Есть люди, которые, как ты говоришь, под долом пистолета не перевезут. Вот мне сегодня смотрел на интервью. Говорит, что Ну, потому что, во-первых, это стереотип, о котором ты говоришь, кильки в бочке. Ну, во-вторых, есть люди, которые на самом деле они не особо никуда не торопятся, то есть со своей музыкой, со своим концертом готовы поехать. Но если мы найдем 30% людей, которых сможем пересадить из автомобиля в комфортный общественный транспорт, конечно, это значительно. Ну, условия. Для этого мы должны создать условия. Конечно, должны быть условия. То есть, это первое. Это вот я почему сейчас тоже продолжение разговора не буду затягивать, что у нас и требования к чиновникам, к государственным структурам тоже не те. То есть, допустим, мы говорим, что ты создал плохой общественный транспорт, не следишь за ним, хотя бы создай, допустим, для меня расширь дорогу условно. Но и требования само не то. Ты должен говорить, что я готов бросить свою машину, но создай мне хороший общественный транспорт. Пиши, там, я не знаю, звони, звонки, там, я не знаю, агентство. Пиши письменное обращение, говорю, что я хочу хороший общественный транспорт. Я недоволен автобусом. Условно, я считаю, что, допустим, на эту улицу он стоит в пробке, допустим, нужно было стоять. И общественный запрос правильный. Ты уходишь уже в ментальные проблемы у человека. Потому что наш человек, он все-таки хочет, он мечтатель, он мечтает о машине, понимаешь? Вот когда уйдет это, что кистинин машину много. Вот когда это уйдет, что мужчина без машины... Девушка замуж выдает, спрашивает, да, да, да. Это же очень важно, понимаешь? Небольшой пережиток прошлого, конечно. Очень укоренился. Да, недосягаемость автомобиля в советское время, потом вот этот резкий настоящий капитализм, возможности, все автомобили, займет какое-то время, но... Должна быть мода на то, чтобы пользоваться общественным транспортом. Поэтому за рубежом люди, чиновники, министры, главы каких-то комитетов, партии начинают демонстративно пересаживаться на велосипеды, показывают своим примером, что это не постыдно, а там велосипед или общественный транспорт. Вот когда у нас тоже министры начнут принципиально ездить каждый день на работу и с работы на... И в первую очередь, наверное, те, кто заведует этим транспортом, кто следит за дорогами и так далее. Я думаю, что тогда, может, ситуация как-то и поменяется. И они тоже сами узнают, что оказывается, многое проблемы в транспорте. Потому что одно дело, ты регулируешь транспорт и ездишь на машине, другое дело, ты пользуешься непосредственно на своем... на себе чувствуешь все минусы и плюсы. Да, практически даже, если это делать не каждый день, и на камеру, как это значит, популизм, но в основном даже в Европе такое есть, что на камеру там все делают. Но, тем не менее, хотя бы популяться для того, чтобы понять проблемы людей. То есть, это, конечно, очень важно. Давай о разных видах транспорта. Давай по метро. У тебя второй вид по популярности на твоем канале, тоже по 200 тысяч просмотров. Оно... Да, 150, что ли, да. Нет, больше, больше, по-моему. Оно... Да, оно... Ну, я смотрел, изучал. Оно, значит, про метро. Метро сегодня считается, наверное, главным спасением, да? Все говорят, что, ладно, там, если я хочу быстро, если я хочу, там... Ну, во-первых, недорого, во-вторых, быстро, то я, наверное, спущусь в метро. А в метро по утрам особенно творится настоящий ад. И он творится из года в год. Вот особенно в сентябре... После пандемии, опять-таки, да, там ситуация. Ну, то есть, тут как бы взаимосвязанные процессы. То есть, по мере того, чем больше пробок на дорогах, тем больше людей хотят добраться быстрее, больше людей спускаются в метро. Почему у нас в метро тоже каждый раз коллапс? Из года в год. Сентябрь, коллапс. Сентябрь. Люди же, которые заведуют метрополитэн, понимают, что как бы ситуация такая, но вот сейчас вот начнется школа, университет, только закончилась формула, скоро будет коп там. Короче, в любом случае, даже без копа, без формулы. Школа, университет, а у нас, как правило, люди не отдают детей в школы, которые находятся прямо возле дома. Но это отдельный разговор, совершенно другая. И я людей тоже не виню, у меня у самого дети никогда не учились там, где мы жили. Поэтому все это начинается. Почему метро... А ты делал развернутый материал о метро, и вот расскажи мне, почему метро каждый раз коллапс, по твоему мнению? Почему они не могут это исправить? Потому что первое, что это большие интервалы, то есть я коротко могу пересказать то, что говорилось в видео. Это в том числе говорили вот люди, которые... Да, но почему большие интервалы? Да, большие интервалы в основном из-за того, что если люди, которые как-то примерно себе представляют, едут на метро, они знают, что у нас до сих пор единственное метро на постсоветском пространстве, но в котором линии вроде бы разделены, но разделены на половину. То есть ты, условно, чтобы приехать, допустим, с Низами на Сахиль, то обязательно нужно сделать пересадку на 28 мая. Что это дает? Это проблема того, что в свое время заложили такую бомбу замедленного действия, то есть не разделили две станции метро 28 мая. В итоге привело к тому, что на одной из линий интервал меньше, чем 4 минуты, сделать невозможно. То есть никак физически невозможно, даже в часы пик, потому что на одинаковых линиях они 2 минуты, на, по-моему, красной линии 2 минуты, но на других 4 минуты, потому что где-то поезда пересекаются между собой и физически меньше, чем 4 минуты нереально, а 4 минуты... Почему нереально? Типа столкнуться? Нет, но потому что там поезда идут через 2 минуты в одно направление, через 2 минуты в другое направление, то есть... Пусть идут через минуту. В смысле? Не, ну там... Слушай, интервал очень большой. Начнем с того, что по утрам вообще 9 минут иногда бывает, достигает. Это уже из ряда в уходе. 9 минут. Они заявляют, что меньше, чем 4, не могут делать. Другое, просто они должны сохранять хотя бы эти 4 минуты, хотя бы 2 минуты. Но там проблема в том, что там кто-то держит дверь и так далее. Вот этот бас-а-бас весь на станции. Но первая проблема это из-за того, что вот не разделены линии, неправильно распределяется поток, вот просто элементарно. Если представить схему, допустим, ты с Кероглу хочешь попасть на 20 января или на Мэмораджиме. Ты должен через весь город проехать до 28 мая там пересесть, хотя на самом деле между Кероглу и 20 января географически только проспект... Мне не нужно делать пересадку, если я с Кероглу еду на 20 января. Мне не нужно... Нет, пересадку, в смысле не выйти из вагона, а сам поезд физически должен приехать на 28 мая и приехать. Хотя, опять-таки говорю, между Кероглу и 20 января, там Мэмораджиме... Сверху можно поехать. Это можно сверху. Там нехватка станции, то есть там три линии надо... Три станции надо достроить. Я имел в виду пересадку, именно просто поезд физически должен приехать в город, хотя там можно построить три линии. Или, например, куда-то там, не знаю, с Кероглу в сторону, допустим, я не знаю, там 8 ноября или куда-то вот на этом проспекте, там тоже не хватает ряд линий. То есть, на самом деле процентов, опять-таки, может быть, если говорить условно на 30-40 процентов можно улучшить станцию метро, построив около 6-7 станций. Наверху объединить Кероглу красной веткой и внизу хотя бы продолжить над вас на 8 ноября. Физическое разделение линий, конечно, обязательно должно быть что-то сделать. Но я говорю более технические детали, скажем так. А вопрос, как решить проблему метро? Метро очень дорогое строительство, и ему обязательно нужно хорошее субсидирование государства. То есть, сейчас метро получает год 50 миллионов. На строительство того, я право заголовок это вынес, строительство нескольких станций разделения линий нужно 3 миллиарда монатов. То есть, это... На строительство скольких станций нужно 3 миллиарда монатов? Сейчас я скажу 3... Около 7 или 8 станций, да, и плюс разделение линий. То есть, разделение линий физически, там построить новый туннель, чтобы полностью красная и зеленая ветка друг от друга не зависели. И плюс еще планируется, опять-таки, в отсутствие финансирования, знаешь, фиолетовая ветка новая есть, Ходжасян, Тякизнуявор, там, Мемара, Джамидва. Ее планируется как бы пакет на бумаге, без денег привезти в город, в сторону дома правительства, тоже немножко разгрузить, там, Сахиль, 28 мая. В дом правительства метро? Да, 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 прям там заложена станция. А где она будет? Выход где будет? Примерно в районе вот этого дома правительства, морского вокзала. Серьезно? Да, вот прям там. Прямо на бульвар будет выходить, что ли? Ну, это практически будет так же близко к бульвару, как Сахиль, да. Да, это будет еще ближе, получается, к бульвару, чем Сахиль. Мне рассказывают из официальных или тех людей, которые имеют соисточники, в районе, может быть, парка Пушкина. Они тебе не рассказывали случайно, когда все старые составы будут заменены на новые? Кстати, сегодня, сегодня или вчера два новых состава пришли в Бакуу, то есть, 10 новых вагонов и, говорят, еще к концу года где-то два придут. Я почему спрашиваю? Например, я не знаю, ты утром видел новость, что на низами высадили людей, 15 минут они вначале стояли на станции, поезд стоял, а потом высадили, потом сделали заявление, что это из-за неисправности двери, одной двери. Я не понимаю, когда утром рано поезд выходит на работу, они технически не проверяют их? Почему же рано утром в 8 часов уже проблемы с дверьми? Я понимаю, что приугадать все невозможно, но когда это случается в час пик, когда это случается в 8 утра, когда ты 15 минут задерживаешь поезд, конечно, у тебя будет коллапс, у тебя все остальные поезды даже тоже везде стоят, из-за того, что один стоит на платформе. Система сама по себе построена таким образом, что, как ты говоришь, одна какая-то задержка в том же метро, то есть один туннель, один поезд, где-то что-то сделаешь, где-то что-то использовалось, это все пошло как домино. Очень она чувствительна, как ты говоришь, всяким поломкам непредсказуемой ситуации. Сейчас я тебе пример приведу. Я, к сожалению, сглупил, но люди, я думаю, захотят, если спокойно это открыто информация, посмотрят, во сколько обошлось Бильбао, я был в Бильбао в Испании недавно, да, во сколько обошлось строительство метро для Бильбао? Я знаю, что это были деньги, выделенные Евросоюзом, у них там везде на станции есть табличка, что построено на деньги, выделенные Евросоюзом, то есть это не муниципалитет, не городские деньги Бильбао, но я не смотрел, брать не буду, за сколько это построили. Я посмотрел другое, смотри, Бильбао в горах, то есть я, конечно, не архитектор, не ландшафтный архитектор, но я понимаю, что строить в горах, окружен город, окружен горами, ну, сложно, у нас тоже не самые лучшие, да, там, породы, у нас и Каспий, и море, и тоже гористая местность и так далее, но, тем не менее, то есть в этом плане они нам не уступают, там не легче строить. Смотри, у нас метро в 67-м году запустили, у них в 95-м, для сравнения, там сейчас 41 станция работает, плюс 7 строящихся, у нас 27,3 строящихся, то есть мы намного раньше, у нас всего 27, они намного позже, в 95-м, но у них уже 41, плюс 7, длина сети у нас 40,7 километра примерно, у них 43,5, то есть у них больше, еще раз говорю, и у них, и у нас не лучшие ландшафтные условия, предположу, что у них даже, может быть, хуже, но опять-таки утверждать не берусь, почему у нас так медленно строят, у них так быстро строят, ты сейчас скажешь, что все дело в деньгах, а мне кажется, что дело не только в деньгах, но тем не менее, не буду за тебя говорить, вот ты как считаешь? Сначала другой пример, Бильбаум, сколько было, 47? Станций? Да. Нет, станций, у них 41, плюс 7 строщиков, у нас 27, плюс 3 строщиков. В Стокгольме, который тоже отличается, не самым лучшим рельефом, под рекой и так далее, население меньше, чем в Баку, больше 100 станций. Объясни, почему я пример привел, можно миллион других метрополитенов приводить в пример, почему мне Бильбаум метрополитен запомнился? Из рельефа. О, нет, он один в один похож на нас. У них там тоже 3 линии, одна вот эта маленькая, как у нас, Ходжа Сан, Мемар Джимми 2 и 8-й Мемар, такая строящаяся, а две они параллельные, у них есть свой 28-й май, после которого там один поезд едет сюда, один сюда, и есть табло, на которое надо смотреть, куда ты едешь. Вот для бакинца сориентироваться в метрополитене Бильбаум это 5 минут, понимаешь, то есть 5 минут, ты смотришь на схему, ты видишь тоже экран, все, ты понимаешь, уже поезда идут сверху, на лобовом стекле поезда написано, вагона, главный вагон написано, там, куда он едет, Бильбаум, Суски, Аджами, или Бильбаум, Суски, ища, ища, то есть один в один очень похоже, рельеф плюс-минус сложный, но когда мы начали строить, да, можно сказать, что у нас денег намного меньше было всегда выделено, чем у них, там, выделал Евросоюз, но дело же не только в деньгах, я уверен, что люди с 95-го года сюда построили больше станции, чем мы за 67-го сюда построили, дело не только в деньгах, вот я убежден, что нам мешает, вот ты же разговаривал с ними, у тебя были наверняка и закулисные беседы с работниками метрополитена, что мешает, и когда мы будем, станция, которая на Папанино, сколько времени она закрыта, ты понял, о чем я говорю, 8-й ноября открылась, на Папанино? Нет, когда едешь, после, там, там, есть одна станция, строится возле, сзади дворца, дворца ручных, нет ручных, ну, комплекс ядра лива, как он называется, дворец, на Азербайджском, скажем так, около Симашка, около Симашка, сзади него, сзади него, не, не около Симашка, а именно что, вот, прямо заде него, заде него есть станция, которая, на Папанино, да, это Папанино, бывшая Папанино, закрыта, потом на Азиасландово, переход или станция, выход все время закрыт, там, дорога закрыта. То есть, уже сколько? Более 10 лет, может, даже больше. Я тебя прошу быть адвокатом дьявола. Нет, абсолютно. То есть, я категорически здесь не буду оправдывать ни одну государственную структуру, потому что я на хорошее-хорошее, на плохое-плохое буду всегда говорить. На плюсы буду говорить хорошо, на минусы плохо, но без привязки к деньгам, на самом деле, очень... Ну, я могу другой параллель привести. То есть, помнишь, почему-то все говорят, что Тага Ахмедов в Ахтандаях Шейды, на самом деле, просто во время Тага Ахмедова было построено несколько станций, где-то запомнили. Просто на самом деле, тогда выделялись определенные деньги. Ты говоришь, медленно строят, на самом деле, если взять пример станции Несими и потом после него Азадлых и Дарь Нагюль, они на самом деле все были построены в течение, там, 5 лет, скажем так. Потом уже, когда остановилось финансирование, то есть физически строить можно. Дорогую технику привести ну, как сказать, то есть деньги есть, что хочешь можно сделать, да. То есть, ну, без финансирования на самом деле сложно. Вот я, по-моему, сказал только что, что выделяется 50 миллионов дотаций, которые ну, максимум хватает на поддержание составов, на там, чтобы купить, ну, 1-2 поезда, да, на 1-2 состава таких, то есть вопрос инвестиций тут ключевой, то есть выйдет ли завтра, там, 500 миллионов, миллиард, ну, тут увидишь, что там откроется, сразу 3-4 станции откроются, почему нет. Ну, вот откроется ли? Ну, почему, вопрос такой, да, вот почему вопрос, вопрос, почему строится медленно метро, или вопрос, почему оно не финансируется, это как бы уже два разных вопроса. То есть, почему не финансируется, это почему вообще в целом в Баку не уделяется достаточно много финансов, ну, потому что там, значит, восстановление территории, сейчас акцент сделать на этом. Но я, опять-таки, считаю, вот даже если вот не это мероприятие КОП-29, в Баку ничего такого мы, конечно, не увидели бы, потому что чуть-чуть начали вы-то на это выделять деньги. Опять-таки, я тоже говорил, что, то есть, мы, ты говоришь про развитие метро с точки зрения того, чтобы немножко улучшить ситуацию в городе с мобильностью. Ну, окей, нет денег на метро, дайте деньги на трамвай, в десять раз дешевле. То есть, строительство одной станции метро в наших условиях, это один миллиард монад, а по, опять-таки, международным оценкам, за один миллиард можно построить, построить целую ветку трамвая. То есть, за один миллиард что-то может, ситуацию можно улучшить, надо разгрузить, потому что такому городу, как Баку, метро и автобусов точно не хватает. То есть, Баку единственный, я не знаю, но я, в общем, не считаю Закавказья, единственный, может быть, город, вот, допустим, скажем так, да, ну, может даже и не в Европе, брать, в СНГ и так далее, с населением, там, больше трех миллионов людей, в котором, кроме метро и автобуса нет альтернатива, вообще-то, общественного транспорта, конечно, коллапс будет. И я, честно говоря, без каких-то вот радикальных реформ, либо без значительного расширения сети метро, либо хотя бы восстановить какой-то трамвай, общественный транспорт, я пока что не вижу ситуации. Ты сказал, ты сейчас не только метро, ты автобусы затронул, а с наземным транспортом, общественным, у нас как обстоят дела? Их мало, линий мало, автобусов на линиях мало. Как ты оцениваешь, вот как, человек, который этим занимается? Могу сказать немножко цифр, которые есть у меня на руках. Значит, говорят, около 2200 автобусов сейчас едут, но нужно Баку, чтобы более-менее как-то еще чуть-чуть улучшить ситуацию, 2600 автобусов. Но, опять-таки, вопрос не только в количестве автобусов. Вот ты говоришь элементарно про задержки, про вот эти автобусные полосы. То есть нужно максимально везде, где возможно, сделать хотя бы так, создать какую-то сеть, она идет как БРТ, Бас Рапид Транспорт, чтобы хотя бы частично автобус работал как трамвай, то есть на какой-то хотя бы контактной сети без пробок вообще ехал по всему городу, хотя бы 3-4. Это, кстати, в Тбилиси сделали недавно, пару лет назад. Создали вот автобусы, которые работают, в принципе, по принципу трамвая. То есть у них полоса в середине дороги, обособлена полностью, огромный штраф за выезд на эту полосу, и они по нескольким маршрутам просто едут реально как трамвай. Они не заменяют трамвай, потому что у них нет такой вместимости, у них больше габарита, чем у трамвая. Кстати, вот можно все это перечислить. Но я, кстати, там и в Тбилиси, когда был, говорил с их специалистами, и спрашивал, что у вас такая же ситуация. То есть вы тоже, по-моему, они в третьем году тоже в четвертом брали трамвай. Я говорю, вы же жалеете? Говорят, мы жалеем, но мы сейчас что делаем? Мы сейчас запустили вот эту новую систему бас-рабит-транс, метробусы, скажем так, может быть, более близкое понятие вот для тех, кто в Стамбуле был. Метробус, то есть это автобусы, которые работают как трамваи. И вот после того, как мы там сделаем оценки, там проведем аудиты, возможно, возможно, мы будем уже предлагать вместо этих автобусов запустить трамвай. Без третьего какого-то общественного транспорта, конечно, и без финансирования. Но спасти Баку практически нереально. Я не вижу ситуации. Что, если не трамвай? Есть еще что-то? Первое. Троллейбус, например. Троллейбус, он, опять-таки, у него нет тех преимуществ, которые есть в трамвае. Вот я давай, как бы, отдельным таким эпизодом расскажу про то, чем трамвай, почему вообще трамвай является самым лучшим уличным общественным транспортом, потому что я смотрел, скажем так, и выступления других экспертов и других. Они почему-то это воспринимают как устаревший транспорт, как старый транспорт, но будем сравнивать с автобусом, но как уличным транспортом. Конечно, метро, там, и так далее, эффективно, но трамвай, он по габаритам меньше занимает площади, чем автобус. То есть он уже, кстати, можно я покажу одну фотографию, о которой я хотел говорить, потом увидим на экран. Это я вот снял последнее заберем и посмотрю, на самом деле, какой трамвай компактный. То есть он за меня гораздо эффективнее использует улицу, общественный транспорт. Как общественный транспорт использует улицу эффективнее. Он масштабируемый. То есть, допустим, автобус это что такое? Это либо 12 метров, либо в лучшем случае 18 метров. А трамвай, допустим, 100-200 человек вмещает. Потом выясняется, что на этой линии не хватает такого маленького трамвая. Ну, взял, подцепил к ним еще 3 вагона. То есть вот тебе трамвай 200 человек, кстати, 400 человек. Он очень масштабируемый. То есть очень легко увеличить его пассажировместимость. Третье, это он экологически чище, чем автобус. Даже он чище, чем электробус. Сейчас электробусы привезли в Баку. Он чище, чем электробус, потому что у него нет выброса от шин. Объяснишь, напомнишь, что такое электробус? Или электрический автобус, скажем так. Автобус, который работает на электричестве. Электромобиль, скажем так, только автобус. Но опять-таки, он едет по шинам, он более габаритный. Следующего преумущества, может быть, даже самое главное. То есть у него гораздо больше срок службы. У трамвая? У трамвая, да. Автобус служит 10-15 лет. Трамвай при должном обслуживании служит от 30 до 50 лет. То есть его инвестиции очень быстро окупаются. И плюс он, допустим, он хорошо подходит под узкие улочки. Вот ты говоришь, Бильбао был там, наверняка видел трамвай. Он состоит из маленького числа секций. То есть из большого числа секций, но все они маленькие. Почему? Потому что на узких улочках он максимально так вписывался, скажем, как змейка ходил. То есть радиус поворота автобуса, троллейбуса, электробуса, он не сравнится с трамваем. То есть это самый прогрессивный вид транспорта, который на текущий момент изобрели. Не знаю, вот может ты говоришь, геймплан, может в 2040 году что-то другое изобретут, но на текущий момент ничего лучше не придумали. И прокладывают во многих городах, там в Турции, в Измире в 17-м году. Я вот посмотрел в Китае город Ухань, родина пандемии. Там в 17-м году провели трамвай. Сейчас во Флоренции есть нашу конструкцию. У нас в геймплане есть возвращение трамвая. Да, есть возвращение трамвая, но, к сожалению, никто из людей, находящихся на большой высокой должности, не в компетенции поднять этот вопрос, вывести его на повестку дня. Здесь немножко непонятие. Если кто-то его включил, и, соответственно, президент потом утвердил, то, наверное, они должны начать исполнять его? С исполнением геймплана вообще все очень печально, потому что там было... Как там? Я сейчас скажу. То есть там очень так обтекаемо написано, что в Баку желательно восстановить трамвайную сеть. То есть это как предложение первое. Не как обязательное. Да. Есть схемы. Допустим, если вы восстановите, вот восстановите по такому-то маршруту. Вот есть, можем показать схему, как они предлагают, по наиболее загруженным дорогам. То есть это можно. Либо альтернативу создать вот эту систему транспортного коридора, чтобы хотя бы по нему ходили какие-то автобусы. Но именно вот в геймплане и важность трамвая, она вот хорошо нашла свое отражение. И немножко я скептически отношусь. Как геймплан хороший документ, но будем ли мы его исполнять должным образом? Ну вот элементарно там даже были какие-то пилотные проекты в районе центра Геодоролива на Риманово. Там часть проспекта Геодоролива должны были как-то озеленить. И это должно было быть исполнено чуть ли не в первые два года. Это если считать с 2020 года. Но, к сожалению, вообще никакого продвижения в этом плане нет, к сожалению. Но его приняли относительно недавно. Его приняли, да. 31-й, последний работник, 30-го декабря, по-моему, 23-го года его как раз-таки приняли. Еще время есть. Да, ну будем надеяться. По выделенным для велосипедистов скутеров полосам много разговоров, многие недовольны. Не только автомобилисты, пешеходы и вообще считают, что у нас не так много велосипедистов и скутеров. Зачем это нужно было? Нужно было? Безусловно, нужно было, как минимум, с точки зрения того, что мы закладываем то, что в будущем будет привлекать людей. Потому что немножко отталкиваться от того, что нет велосипедистов, не нужны велодорожки, это в корне неправильное рассуждение, потому что откуда появятся велосипедисты, если не было до этого никакой инфраструктуры, а водитель водит так, что ты просто пожалеешь выйти, там первый раз выйдешь на велосипеде на дороге, второй раз не заходишь. Настолько, ну ты знаешь, какая ситуация на дорогах. То есть уважение к велосипедистам, когда они идут параллельно с машинами, никакого не было. Уважение друг к другу, не только. Да. Галдыки к велосипедистам. Поэтому да, то есть и кроме того, есть исследования, вот мне, что, наверное, ты часто слышишь, здесь тебе не Амстердам, не Копенгаген, а что, посмотри на историю Амстердама и Копенгагена, когда там в 50-м году, 60-м году, когда все были такие же зависимы, как машин, тоже смотрели на велосипедистов, как на врагов. Но просто поняли в какой-то момент, что автомобиль не самый эффективный способ передвижения, занимает очень много места, создают пробки, что такое пробка, пробка, это большое количество машин. Как уменьшить пробки, уменьшить количество машин. Создадим альтернативы, создадим хорошую инфраструктуру, чтобы люди элементарно за хлебом не ехали на машине. До сих пор, у нас, к сожалению, есть такой культ, там, я не знаю, на общественном транспорте ехали на какое-то большое расстояние. Опять-таки, говорят, тоже хочу затронуть эту тему, говорят, что, допустим, в костюме на велосипеде не буду ехать на работу, там, я не буду ехать с Ясамала, в Ахмедлы на велосипеде. То есть, это все-таки чересчур какие-то аллегории, что, типа, значит, урбанисты предлагают так, значит, так и должно быть, они, в общем, ничего не соображают. Но просто по-другому надо смотреть. Ты велосипедист, велосипед в целом, это, допустим, скутер, электровелосипед, допустим, какие-то на расстоянии до 5 километров, это может быть твоя какая-то альтернатива. Допустим, вышел на скутере, допустим, живешь, условно, опять-таки, в Бене, например, вышел из Бене из дома, на скутере доехал, да, в станции Бене железнодорожный, сел, приехал на 28 мая, например, на работу, на учебу. То есть, это какой-то промежуточный, то есть транспорт в последнем миле, скажем так, то есть это средство либо добраться на мои короткие расстояния, либо там, до общественного транспорта, где ты сядешь уже, или даже по-другому, я хочу сказать, что в целом, как тебе сказать, даже есть, ну, сейчас я скажу, как я объясню. Хочешь перейти к следующему вопросу, я ее по-другому потом представлю. Ты только что затронул Бейна, железная дорога, точнее, электричка. С электричкой с ней тоже не все хорошо, у нас не все поселки затронуты электричкой. Есть смысл развивать в Афшроне электричку тоже, или не очень? С ней как, все так же, как с трамваями? Она нам нужна в первую очередь, или же это больше талебус? Я так понимаю, что речь об электричках по типу там Баку-Сунгаид, Хардалан, об этих электричках речь. Ну, опять-таки, нам повезло, что их, скажем так, не затронула судьба трамвая, хотя бы частично, потому что, да, мы снесли, ну, не мы, а бывшие. На Афшроне частично, очень многих это снесли. Мардокян, там были еще дальше Шуэлян, так далее, была кольцевая железная дорога, да, к сожалению, в 2009-2010 году, тогда еще не менее, транспорт из Ямамидов принял такое решение, что там тоже не нужно, опять-таки, возвращаясь к тем трамваю, чтобы построить туда, там, не знаю, Наварнавар, там, двухполосную дорогу, да, там, сейчас построили, чтобы было какое-то автомобильное счастье, которое никак не наступит и не наступило, нет в мире таких примеров. Но остались, остались те же железнодорожное полотно, осталось там в Новхане, в Сумга и так далее, и на самом деле это очень сильно разгружает, баку, сейчас они недавно поделились, у них недавно был рекорд, около там, по-моему, то ли 30, то ли 50 тысяч поездок сейчас на себя берет вот эта железная дорога, которую построили, увеличили качество поездов. В месяц? В день. В день. В день. Это в день столько людей пользуются этой железной дорогой, и это на самом деле один из самых эффективных тоже транспортов. Это только баку-сумгаит, или это все? Нет, это... Абширон тоже. Абширон подразумевается, Абширон подразумевается, но есть там поезда там в Габеля, в Акстафу, но у них там несравнимый пассажирпоток, то есть из баку-сумгаит электричка там двухэтажная, там, считай, 8 вагонов, она просто забита, люди на ногах едут, то есть, опять-таки, возвращаясь к тому, что никто не пересядет на общественный транспорт, это те же самые люди, которые ехали раньше в автобусах, там, в этих монатных такси. Но они пересели с одного общественного транспорта, на другой общественный транспорт. Нет, число людей увеличилось все-таки. Ты думаешь, есть люди, которые бросили машины и из сумгаиты решили ездить в Баку на... Я знаю двух таких лично. Да. Я двух таких знаю лично, которые пересели с автомобилей за долгие годы, которые ехали. Ну, скажем так, да-да, у них там работа относительно в центре города, им реально удобно сесть, дойти до сумгаевского вокзала. Вышел на 28, да. Вышел на 28, 10-15 минут прошел, но если я знаю двух лично, наверное, еще, может быть, есть тысяча таких людей. И это так или иначе, опять-таки, то есть мы, возвращаясь к теме того, что такое пробки, то есть такое англоязычное выражение. Постараюсь перевести, ну, так она переводится дословно, ты, говорит, не стоишь в пробке, ты сам пробка. То есть, что такое пробка, да? То есть это, когда очень много машин стоят друг за другом, и одна из этих машин ты, то есть ты окажешься просто как все остальные, то есть ты сам откажешься от автомобиля, ты уменьшишь пробку. Это тоже надо, нужно, чтобы были изменения в головах, это сложнее всего. Мне кажется, они так или иначе будут, и возвращаясь к тому, что, то есть, пересадить всех людей с машины на общественный транспорт, на велосипеды, нет, не стоит такой задачи. Есть, стоит задача уменьшить это, и стоит задача дать людям альтернативу. Вот сейчас... Ну, в таком случае тебе скажут, почему именно я должен пересесть? Пусть вот все пересяду, тогда я тоже пересяду. Скажем, тогда и решение за каждым человеком. То есть, я тебе опять-таки даю по тем критериям, которые мы говорили, тебе варианты опции, что хочешь выбирай, хочешь. Вот элементарно, если мы говорим о Баку-Сумгаэд, в начале года, по-моему, означали, может, даже в прошлом году там провели автобусную полосу, против которой все были, а потом все сказали, что вот почему я там в машине стою там 50-60 минут, а автобус там за 20 минут доезжает эту дорогу, ну, возьми. Хочешь за 20 минут садись в автобус, тем более, вот сейчас запустились с Сумгаэда в Баку-Экспресс-автобусы, такие планы двухэтажные, относительно комфортные, там стоячих мест нет, 80 копеек, по-моему, проезд. Ну, хочешь, окей, за 20 минут садись на автобус. Вообще, в целом, вот этот культ транспорта личного, он немножко сильно преувеличен, и хочется задать вопрос, почему тогда эти же люди летят в самолетах, которые летят с таким же общественным транспортом, большим летающим автобусом. Понятно. Несправедливое сравнение. Потому что ты говоришь из-за цены, да, понятно. Но я хочу сказать к тому, что, то есть, ты летишь, потому что, окей, ты летишь вместе с остальными, но ты летишь относительно с комфортом, ты не стоишь там как сарделика, как сосиска, как кирика, извиняюсь. Да, ты не стоишь относительно комфорт корме. То есть, комфортный летающий общественный транспорт, скажем так, правильно? Ну, то есть, пускай будет комфортный на земле. Ну, и ты пользуешься не каждый день, да? Давай это тоже. Окей, но, опять-таки, тем не менее. То есть, я даже много чего слышу, что и почему-то люди... И там есть бизнес-класс. Да. И даже первый класс. Да, и так и до личного самолета, конечно, можно найти. Но, опять-таки, да, если я возвращаюсь к теме, многие люди, которые едут, ну, летят, опять-таки, да, там тоже, там, в западную рублю куда-то, почему-то очень многие из них, которые здесь очень сильно привязаны к автомобилю, мне приходят, говорят, что... А я, говорят, там, я не знаю, был в Берлине, там, во Франкфурте, там, говорят, трамвай так хорошо работает, что мне даже не нужна машина. Я говорю, а тут ревый трамвай здесь, да, почему ты здесь привязан? Это ментальная проблема. Наш человек здесь, который не носит шорты, за рубежом в Европе очень быстро одевает шорты. И наш человек, который не любит здесь стоять в очереди, за рубежом, как миленький стоит в очереди. Это поменяется. Я уверяю, это поменяется. То есть, время нужно, но мы стараемся сделать так, и не в головах, чтобы это время наслал чуть-чуть быстрее. Дай Бог. Ты видел фотографию, которую я запостил в Фейсбуке? Хагани. Да, Хагани. Часть, часть отрывок. Мы сейчас выведем эту фотографию на экран. Люди тоже увидят, если кто-то не видел. Как тебе такое решение? С двух сторон паркинг, всего две полосы и еще дороги для велосипедистов. Я увидел подпись к этой фотографии, я немножко претензию не понял. То есть, в данном случае, то есть, претензия по мне этого не должно быть. Вот по мне не должна была быть вторая парковочная зона. Это для меня это какая-то глупость. Нет? В плане организации или в плане ее наличия там? В плане ее наличия. В плане ее наличия. Объясню это с такой стороны. Объясни это со стороны тех, кто это сделал. Да. Ну, постараюсь. очень много и, скажем так, да, вот возвращаясь к нашей ментальности, к нашей специфике нашей страны. Люди, кстати, мы сейчас вернемся более глобально к этому, но это делает агентство наземного транспорта Айна. К сожалению, во многих структурах, в том числе государственных, иногда преобладают, то есть недостаточно, скажем так, полномочий таких условных, чтобы сделать именно так, как должно быть. Вот как минимум вот эта улица, буду говорить открыто, я надеюсь, никто не обидится. На этой улице находится очень много таких объектов, ресторанов дорогих. И там раньше была даже одновременно преподикулярная парковка, которые считают, что именно их клиенты должны приезжать туда на автомобиль. И когда ты приходишь к ним, даже будучи государственной структурой, и говоришь, что вот мы убираем здесь паркинг, делаем так, эти люди через какие-то собственные связи начинают выходить еще выше, и говорят, что вот эти люди пришли с краской и убирают нашу парковку. И вот эти звонки, блаты, тапши, конечно, тоже на это влияют. У меня к этой улице другие претензии. На сегодняшний день тоже влияют? До сих пор влияют, к сожалению. До сих пор очень много чего, что особенно вот эта проблема паркинга, она очень такая острая, паркинг тротуаров, которые урезаются под паркинг. Много чего на неофициальном уровне. Я слышу, что, допустим, какой-то объект пришел, урезал тротуар, поставил парковку, люди мне заходят. Я говорю, уберите, мы не можем. Объект такого человека, что мы не можем его тронуть. До сих пор это есть, к сожалению. И вот, мне кажется, эта улица... Мне кажется, это отмазка. Ну, я верю в это. Я на самом деле верю, ну, как минимум, потому что что-то я на самом деле... Не, но это же все, вот это же все делает, допустим, в данном случае это делает Айна, да? Тоже же не слабая структура, тоже не абы кто. Тоже же есть люди, которые могут сказать, подожди, 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 меня сюда назначили, я работаю, я делаю, и не делай так, чтобы я пошел еще выше и сказал, что ты там мешаешь моей работе. Это же ведь еще связано с внутренним твоим стержнем, разве нет? Можно же так сказать? Разве нельзя? Или тебе прям там с такого места топшуют, что ты прям ничего не можешь сказать? Ну, на самом деле... Из-за чего я... И тебя будут топшивать всего лишь из-за вот этой вот парковочной зоны? Такие вот глобальные игроки? Поверь, что да. Поверь, что... Другой пример скажу, что ты говоришь частный бизнес какой-то, да? Другой я могу сказать, что очень много случаев, когда даже перед государственными ведомствами делали вот такое безобразие, что улезали тротуар, делали себе парковку, то есть ты говоришь бизнес. На самом деле структура, которая сами должны быть примерами, я тебе пример приведу. Перед агентством наземного транспорта и даже фотографии я видел, автомобили этого агентства припаркованы на тротуаре. Как так может быть, да? Представляешь, то есть вот ситуация типичная, то есть то ты должен быть структурой такой примерной для всех, а ты паркуешь свои автомобили на тротуаре. Смешно. Да. Поэтому, к сожалению, это пока остается, опять-таки, я тоже, я очень надеюсь, что это со временем придет, но вот к этой улице у меня другая претензия, немножко более техническая, что вот ты обратил внимание, но велополоса там явно нужна была, потому что, если об этом мы хотим хотя бы центр, не будет. Про велополосу ничего не сказал. Да. Мне претензия ко второму ряду паркинга. Наверное, не стоило бы, да, наверное, не стоило бы, потому что само по себе и создание паркинга... Вот ты прям с языка снял, когда внедряли паркинг, ну, это, в принципе, правильное решение, платный паркинг, это одна из мер для того, чтобы дестимулировать пользование автомобилей и приезжать, то есть, допустим, в Лондоне, знаешь, вообще въезд в город платный, галдокий, паркинг, да, то есть ты ставишь такую цену, чтобы люди либо приходили на 15 минут, быстро уезжали, либо сами, соответственно, принимали такое решение, да, да, и создание паркинга, даже платного, это стимулирует пользование автомобилем, то есть для многих, там, по-моему, 70 копеек цена, да, или, может, монат, для многих, кто там идет в ресторане, там 120 мат, 130 мат оставляет, это не проблема, конечно, но я очень надеюсь, что это все будет пересмотрено, опять-таки, я очень жалею в основном о том, что мы на это первое теряем время, то есть мы делаем что-то, что потом, скажем, следующие поколения должны исправлять, и мы теряем финансы, которые так, как я уже до этого сказал, что в Баку не очень много выделяется, конечно, опять-таки, как инициатив, много хороших инициатив, но исполнение очень хромает, на уровне исполнения очень много. В одном из своих видео, ты, если я ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправь, раскритиковал новый улетно-красочный переход, наземный переход у украинского круга, чем он плох? По-моему, он стал мемом не только задолго до того, как я его раскритиковал, очень много было. Скажем так, что такое переход? То есть два аспекта. Первое, это если ты делаешь, допустим, переход наземный для удобства, ты явно на него смотришь, что за такую цену, наверное, можно было 10 переходов создать, которые просто нужны для того, чтобы переходить. я не знаю цену, но по его виду видно вот эти стеклянные краски, не знаю, стекла, там какие-то лестницы, лифты, которые, кстати, в этом не работают. Это отдельная тема. Сейчас тоже не работает. Как? Сейчас тоже не работает. Я в ту сторону не езжу. Сколько раз я там не был, там ни разу не было. То есть есть люди, которые там остаются. Это другой вопрос. Я раскритиковал его не столько из-за его дизайна, а столько о том, зачем вообще нужен этот переход, когда можно было сделать очень простое решение. Это регулируемый наземный переход, который стоит, ну, может быть, раз в 100 дешевле. И вообще в целом опять-таки больная тема всех урбанистов, что в городе не должно быть вне уличных переходов, ни подземных, ни надземных. Первое, они никак не помогают в решении пробок. Первое, потому что, первый аргумент, потому что чем больше ты делаешь город неудобным для передвижения пешеходов, тем больше эти же люди садятся на автомобиле и создают пробки. И второе, они абсолютно недоступны для людей с заграничными возможностями. 30% людей это инвалиды, мамы с колясками, люди с чемоданами, хромые люди, пожилые люди. 25-30% людей в городе в среднем это эти люди. То есть ты делаешь город недоступным для этих людей. это все. Но, опять-таки, я очень часто слышу, что, ну, даже, опять-таки, несмотря на... Можно же сделать для них тоже очень комфортное передвижение в подземных переходах. В Москве же есть, ты же видел сам, для колясок и так далее, подземные переходы. Во-первых, это можно сделать не везде. То есть на том же украинском круге это ты не сделаешь. Во-вторых, опять-таки, город. Нет, изначально могли бы сделать. Я подхожу с призмы того, что вообще зачем бы начали в мире строить внеуличные наземные переходы, потому что начали, допустим, все в Советском Союзе, 60-70-е годы, мы смотрим старые... В целях безопасности. Это якобы в целях безопасности. Чтобы светофор не ставить и движение не замедляет. Движение не замедляет. Но все, что делает пешеходный переход, то есть ты просто убираешь отсюда светофор и машина просто ставит на следующем перекрестке. Вот и все. То есть пробка вообще никак на это не влияет. То есть от того, что берешь светофор на одном перекрестке, ты просто передвинешь местоположение пробки. То есть тогда нужно везде ставить? Надо везде. Опять-таки современная международная практика, что везде подземный переход окей, где-то там убирают, где-то делают велопаркинги. Недавно в Варшаве я был. Оставили подземный переход, но сделали над ним светофор. Переходишь там с коляской, неважно, то есть машина ждет, никакого коллапса не случилось. То есть подземный переход абсолютно и надземный переход абсолютно ненужный элемент, ненужная инфраструктура в городе. Я не говорю про трассы, конечно, там на аэропортовской трассе, там на загородных трассах, там где машины 90-100, там ты зебру не поставишь. Но в центре города на уличных движениях ты первый, ты должен показать, что вот я для тебя делаю удобный город, оставь свою машину дома, вот ходи, я тебе делаю везде широкие тротуары, удобные переходы, оставь машину, не езжай на машине. А другое дело, ты мне даешь места, что вот я там сделал пешеходный переход, вот ты теперь с коляской не сможешь там передвигаться и говоришь, что вот вызову такси, там загружу коляску и поеду и создам еще одну пробу. Два моих ненавидимых круга, когда я бываю за журнём, это 20 января и недалеко в третьем микро-районе. Терпеть не могу. Украинский круг еще, ну я, во-первых, туда очень редко езжу, во-вторых, даже когда езжу, он все-таки сам по себе большой. Чуть-чуть удобнее, чем, например, тот самый ужасно маленький в третьем микро-районе, куда выходят одновременно, по-моему, восемь дорог, и все пытаются другу проскочить, потому что кто в кругу, тот в доме, когда у него этот есть право завернуть там, куда он ездит. Как, по-твоему, вот как вот урбанисту, как человек, который занимается этим, можно решить и можно ли вообще решить проблему 20 января и третьего микро-района без радикальных каких-то мер перестройки, вмешательства и так далее? Ты думал вообще, сейчас ты говоришь с точки зрения передвижения на автомобиле? В целом, там вечные пробки, 20 января, вечные пробки. Сейчас, когда ты по Тбилисскому спускаешься, поднимаешься солью, поднимаешься наверх, там всегда парковались вот эти мини-автобусы, микроавтобусы, автомобили, которые возили людей в Сунгай, это там Монатный, я не знаю, так сказать. Они перешли просто на другую сторону дороги. Теперь, когда ты из загорода въезжаешь в город, там огромная пробка. Когда ты поворачиваешь в сторону Ясамова, начали сады, там огромная пробка. Когда ты пытаешься въехать в город по Тбилискому сверху вниз, там огромная пробка. То есть, с одной стороны убрали, с другой стороны создали. А можно как-то создать так, чтобы везде все было хорошо? И для пешехода, и для общественного транспорта, и для автомобилей, или уже мы, или там все изначально все так создали, что все, это тупик, нужно просто все перестраивать, ломать, или нужны альтернативные дороги? Скажем так, то есть, там сказать, что быстрого инженерного решения нету. То есть, потому что этот круг, он, опять-таки, закладывался, вообще, ну, в принципе, ты архистру советского периода помнишь, все большое, монументальное, эти огромные круги, хотя не было автомобилей, строили огромные круги, украинский круг, тот же этот круг, 20 января, помнишь, это просто обычно такой же круг, как украинский, потом там сделали туннели, развязку и так далее, быстрого инженерного решения малыми средствами там нету, но в целом, если посмотреть, опять-таки, с точки зрения тех же пешеходов, там первое, нужно поставить по всему кругу регулируемые пешеходные переходы, то есть, надо с каждой стороны круга, там уже с нескольких мест уже есть светофоры, чтобы обеспечить очередность движения, то есть, там сейчас большой хаос создают именно пешеходы, но я как бы их не обвиняю, потому что говорят, что там, не знаю, из-за того, например, Го-Юнда, Кечмир, Метро, и Тучмир, зачем человек, чтобы перейти дорогу там 10 метров, должен спускаться в метро через эти закоулки, то есть, должен быть нормальный, доступный, опять-таки, возвращаясь к теме подземных переходов, пешеходный переход, то есть, круг с каждой стороны, первое, второе, это нужно там поставить, мне кажется, какие-то островки, направляющие островки безопасности, чтобы автомобили не двигались хаотично, в принципе, с мостом, там его не сносить, и так далее, сейчас это, такого повестки, скорее всего, нет, но хотя бы островками, зебрами, и обеспечением очередности приезда, чуть-чуть можно улучшить, то есть, это не избавит круга. а куда ты денешь тех частных извозчиков, которые кричат все время, что монотные такси, кстати, Сабирабад, Белесувар, тоже оттуда люди ездят, вот куда, нельзя для них какое-то место выделить, чтобы они оттуда примезли? Вообще, говоря о теме монотных такси, в круге, в принципе, разобрались, просто завершу, то есть, в круге нет такого суперинженерного решения, потому что 8 дорог сливаются, единственный момент, это, опять-таки, делать город удобным для прилежения на общественный транспорт, чтобы физически уменьшить там машины, если я, как говорю, сделать там более-менее, вот привести порядок островками, уменьшить количество машин, не очень, не сильно проблемный круг будет, поэтому просто чисто физическим количество автомобилей увеличить, то же самое и с другими кругами. Украинский круг, кстати, еще добавлю, что для него был проект, скорее всего, он может быть даже реализован до копа, и его сделают более человечным, скажем так, сейчас там такой хаос, и покажем, да, на экране проект, который там был, ее даже готовило Бакинское транспортное агентство, которое ДБНА было, там немножко так, тоже островками, из него сделают так называемый турбокруг, на экране будет видно, и, в принципе, можно найти такое решение. Теперь к вопросу, к отдельной теме монатных такси, скажем так, то есть надо в данном случае смотреть, бороться не с последствиями, а с причинами. Ты вот говоришь, есть монатные такси, их куда-то передвинуть, куда-то сделать, но надо в целом вообще посмотреть, зачем, откуда в городе вдруг так резко появились монатные такси, там лет 15-20 назад их так много не было. Но не было так много людей, которые ездили из Сумгай-Тубаку. Да, да, но почему они вообще появились, потому что... Общественный транспорт плохой. Значит, надо найти причину, надо улучшить общественный транспорт, чтобы люди перестали просто пользоваться монатных такси, они тогда сами уйдут. Опять-таки, я не говорю как бы... То есть у людей выбор должен быть. Можно создать для них какие-то площадки, остановки такси, допустим, но не так, как это сейчас. Там встает 15 машин, каждая кричит Баки-Сумгай-Табирь-Монат, Хардалан-Эки-Мат, Масаль-Чудеря. Надо просто сделать общественный... Надо опять-таки понять, почему люди в целом отдают предпочтение вот этим монатным такси, оттуда забирать всех точек, например, от людей. Вот сейчас, правда, такую хорошую инициативу сделали, что вот на месте, где на 20 января стояли эти монатные такси, там никогда не было автобуса на остановке, там сделали выделенную полосу и прямо на месте этих монатных такси поставили стоянку. То есть частично они вот какой-то шаг для себя предприняли. Но в целом общественный транспорт, конечно, должен улучшиться, чтобы спрос на эти такси просто был меньше. Вот и все. Есть ли за кольцовую тему общественного транспорта? Я правильно понимаю, что в твоем понимании, в твоем утверждении самое первое, самое главное решение пробок это трамвай. Да, это либо трамвай, либо строительство метро очень быстрыми темпами, больше инвестиций, либо бассерапид транспорт, БРТ. Но трамвай, конечно, был бы идеальным решением. Опять-таки, мы, многие опять-таки будут, там, и зрители, скорее всего, и те, кто меня знают, будут со мной, мягко говоря, не согласны, говорят, что, допустим, начнут строить трамвай, перекроют улицы, опять этот коп, что-то типа по копу будет пять лет продолжаться, но я уверяю, что если мы начнем, но это реально стоит того, что вот сейчас мы, может быть, помучимся, но наши предки точно нам скажут спасибо, что как-то вы... Не предки. Потомки. Потомки. Предки. Уже не скажут. Да, конечно, потомки. Потому что, опять-таки, возвращаясь к этому, либо, опять-таки, хотя бы развивать железнодорожную сеть, развивать те же автобусы, сделать систему, вот если мы завершаем общественный транспорт, тему, до сих пор в Баку, по-моему, тоже единственная, одна из таких постсоветских стран, где-то, допустим, ты не можешь купить месячную карту, например, проездную, ну, элементарно. То есть, да, я буду платить тебе 30-40 монат, но я зато буду, значит целый месяц я буду ехать бесплатно. В Германии был такой опыт, тоже они, по-моему, сразу после пандемии хотели массово людей, привлечь к транспорту, сделали 9-евровый билет, известная история, по-моему, в прошлом или позапрошлом году за 9 евро билет, субсидировали очень эту систему, много автомобильцев пересело, поняло, что, в принципе, там, не знаю, в Германии не такой плохой общественный транспорт, ну, неплохой, но они, допустим, на этот месяц отказались, и вот процентов, опять-таки, речь о центре, да, не продать свой автомобиль и так далее, а переехали на общество, то есть они заметили, что 15% людей пересел на общественный транспорт. Нужны субсидии, нужны, опять-таки, то, что я говорю, вот эти месячные приезды, возможность оплатить банковской картой, там, не знаю, другие льготы, студентам, пенсионерам, ничего этого нет, пересадки нужны бесплатные, например, приезжаешь, допустим, с того же Сумкаита, потом в метро, там 80 копеек, метро 50 копеек, на автобус 50 копеек, вот у тебя уже в день там по 5-6 монот уходит на транспорт условно, допустим, не 5, пусть будет 3, а так, очень популярная система вот в общественном транспорте тебе дается, допустим, какое-то время на пересадку, то есть метро, допустим, проехал полчаса, пересел на автобус и, то есть с момента проявить свою карту в метро два часа у тебя бесплатно на другом общественном транспорте. Ну, это классно. Да, это система, но это все, кстати, возможно в том числе с переходом на совсем другую модель финансирования, да, на другую модель работы общественного транспорта, это когда, пятки, если интересно, детали я расскажу, да, может быть, есть так называемая система работы общественного транспорта по брутоконтракту, это когда деньги за проезд идут государству в бюджет города, скажем, кто-то, которого, а уже сам бюджет города платит самим перевозчикам за количество километров, которые он едет. И все, и таким образом перевозчики, вот как сейчас, да, за каждым пассажиром не гоняются. Раньше вообще, помнишь, была система планов, план, веримя ли, план, да, там за каждым 20 копеек или 10, сейчас они опять-таки за эти 50 копеек будут. Если будет такая система, то в данном случае еще и другое преимущество, что перевозчики не будут гоняться за каждым пассажиром, не будут там на дорогах там конки устраивать, будут ехать по своему стандартному графику, даже не будут обращать внимание, что кто-то пробил свою карту, не пробил, для этого будут существовать контролера. То есть, ты тоже был за границей, обращал внимание, что в общественном транспорте ты можешь с любой двери зайти, с любой выйти, и чай до карты вурмаласа, да, то есть водитель вообще без разницы, да, но на одной из станций тебя может просто встречать контролер, покажи, ты пробил свой билет или не пробил, то есть, это уже работники, ну, какого-то наземного транспорта того же, будут проверять, что люди оплачивают, не оплачивают, большая система штрафов, то есть, и самое главное, это, конечно, большие субсидии государства должны быть, посмотрел статистику, когда я туда пришел, 55, значит, общественный транспорт Берлина на 55% покрывается за счет государственного бюджета, то есть, но у нас же тоже, как, у нас же тоже покрывается за счет государства. Нет, у нас никаких субсидий до сих пор на... Потому что Бакубас, что, это частный извозчик? Бакубас не дается субсидии. Бакубас, единственное, что делает государство, это помогает им либо покупать автобус, либо брать какие-то кредиты, то есть, никаких других привилегий или денег у государства тоже наземный транспорт. хоззасчетная организация? Фактически так получается. Но ни один из наших перевозчиков, Бакубас, окей, государственный, у нас около 30 перевозчиков, ни один из них деньги из госбюджета не получает, нет. Метро получает, я говорю, 50 миллионов только на то, чтобы, я не знаю, раз в год покупать поезда, там немножко, там кому-то, там, какие-то обслуживающие, такие, да, общие персоналы, тогда, чтобы это более-менее покрывать, потому что там проезд не окупается. Ты, кстати, можешь сказать, вот на твое усмотрение урбаниста, три самые ужасные с точки зрения организации общественного транспорта зоны, вот топ-3 зон Баку? Наподобие 20 февраля. Ну, не знаю, наподобие того, что там вот ужасный, там вот срочно нужно что-то делать, там либо мало общественного транспорта, либо он очень плохо, очень-очень плохо организован. Общественный транспорт или само вот это пространство? Ну, давай так, как тебе удобно. Скажем, я, можно приведу тогда просто разные примеры в целом? Давай. Первое, это, мне кажется, это Шамахинка. Почему? Там, во-первых, все не очень хорошо с транспортом, пересадочный узел, въезд в Баку, въезд в город, и, то есть, это лицо города, да, северные ворота страны, и, ну, что-то, ты приезжаешь, там, я не знаю, со стороны Сумгаи, ты, там, видишь, и сначала Шамахинку, потом 20 января, потом ты видишь, там, никакой инфраструктуры для пешеходов, везде, где можно, там, закатали в асфальт, убрали тротуары, то есть, там даже ходить, передвигаться невозможно, и я сейчас, если найду, то есть, вот так выглядит въезд, северный въезд в страну, то есть, абсолютно самое дорогое, что есть у города, это земля, и здесь земля никак не используется. Это вообще бездарное использование. Здесь был раньше пешеходный переход, вот, чтобы люди переходили, здесь сделали такой пешеходный переход, и здесь, наверное, этажа 3 надо подниматься, потому что лифт не работает, и 3 этажа должны подниматься. Нет, вот эта вот серая зона, это же просто пустырь. Под ним просто тоннель. Я знаю. И сказали, сверху пустырь. да, и сверху пустырь, никакого, и такая же, параллельно с этим, не отдельно, прям такая же ситуация. Абсолютно бездарное использование пространство. Там и машина мучается, и пешеходы мучаются, и автобусы не могут нормально ездить, и, в общем, там все очень плохо. Можно это, конечно, улучшить. Есть более радикальные меры, конечно, наверное, это тоже вопрос многих десятков лет, когда определенные страны даже тоннели посчитали не особо эффективными, и даже от тоннелей сбавляют и делают дорогу сверху, потому что это все когда-то сделано с целью того, чтобы не было пробок. Но сейчас мы видим, что автомобильное счастье не бывает. То есть ни один город не смог сделать, не смог создать условия идеальные для автомобилиста, потому что он многое занимает место, неэффективен. Когда их много, значит, есть такое понятие трагедия общины. То есть сам по себе автомобиль – это шикарно. То есть ты сел в машину со своей музыкой, по пустой дороге проехал, быстро добрался, не знаю, со всеми комфортами, со своей семьей. Но когда так хотят все, то есть это трагедия общин. Все такие же, как ты выходят на дорогу, создается пробка, и все. И ты не достигаешь своей цели. Трагедия о том, типичный пример. Если возвращаться к топ-3, Шамахинка, Северные ворота, еще два ужасных места. Дай подумать. Раньше мог сказать 28 мая. Сейчас, конечно, слава богу, благодаря КОПу там решили навести порядок. Кстати, как тебе то, что происходит с 28-го? Ты, наверное, видел Хагани парк. Да. Малаканский в простонародье. Тебе нравятся вот эти изменения, когда полностью убирают автомобильные дороги? А вообще, как тебе мысль, что вот некоторые уже сказали, что центр города должен быть без машин? Ну, центр города сейчас он уже частично закрывается на выходные, знаешь, на субботу, воскресенье въезд в центральную историческую улицу он закрывается, только жителям туда открывают. Но, скажем так, у нас и так не очень большой исторический центр. То есть, по сравнению... А я не про исторический, я в целом про центр. Что у нас центр, например, брать, если, наверное, от Генжрика, да? Если... А полностью закрытый дом, это слишком большое утопение, так не стоит уже. Я думал еще об историческом центре, конечно, там, где... Исторический ты имеешь в Ичар-Ишээр и... Ичар-Ишээр начиная от кинотеатра Азербайджан в сторону. В эту сторону, конечно, это... Там даже, опять-таки, были исследования, там кто-то спрашивал, говорят, что даже вот после, так как на субботу, воскресенье, там начали закрывать, там появлялся такой же пешеходный трафик, как на торговой, там вот эти кафешки, рестораны, магазины больше начали зарабатывать, потому что люди, которые ходят пешком массово, они гораздо больше склонны к тому, что там остановиться, там попить кофе и так далее. Поэтому и город удобный для людей, и, конечно, это в первую очередь и город сам, скажем так, мэрия, которой, к сожалению, у нас нету, она, ну, в прямом ее смысле, она должна быть заинтересована, потому что больше людей ходят пешком на велосипеде, они склонны больше тратить деньги и пополнять бюджет, то есть это история. Да, мы, опять-таки, ушли к теме, я почему говорю, то есть, в принципе, молоканский садик я видел, мне понравилось, хорошо сделали, надеюсь, сделали качественно, то есть там, там лет через пять, чтобы там плитка опять не... ходила там ходуном, как на бульваре в некоторых местах, 28 мая пока не закончили, не буду забегать вперед, в принципе, проект я видел, хороший пересадочный узел, опять-таки, если говорить о лице города, люди, которые приезжают на поезде в страну, но они выходили, ты сам видел, что происходило на 28 мая, то есть там... Пирожки. Да, там проходило примерно то же самое, что и на 20 января. Кстати, ты так и не назвал, мы опять оставляем белье на голову. Ты не назвал еще два ужасных места в городе, неужели их нет? По критерию... Сейчас я скажу, конечно, речь о Баку, да, правильно? То есть, речь о Баку, где прям совсем очень плохо, может быть... А, конечно, это проспект Гара Гараева в целом, то есть, не могу назвать его точки, но вот на проспекте там Гара Гараева три станции метро, да, это ну, сам Гара Гараев, Амели, Невчилляр, еще, кстати, Халвара тоже Ротшир, там, конечно, тоже ситуация, да, явно не то, что заслуживает наш город, да, то есть, те же самые торговля, там, не знаю, паркинг, там, сегодня фотографии видел, автобусная полоса, и прям на автобусной полосе собрали мусорные эти, урны, да, и дам тоже один пищу, что им надо 100 монатов стра выписать, да, ну, как вот, то есть, абсолютно никакого этого, да, аллогизма у нас много, то есть, конечно, там все очень печально, это вот проспект Гара Гараева, там, можно объединить их в один, и, может быть, конечно, я бы кардинально перестроил бы, это не потому, что плохо, но просто я реально пересмотрел бы то, что вот улицу Юсифа Сафарова, то есть, это вот это, которая несколько раз расширялась, не знаю, знаешь ли истории этой улицы, нет, там был большой парк, прям по центру улицы, с каждой стороны было три полосы, я там учился в 27-й школе, прям на этой улице, до сих пор помню, там была удобная зебра, переходил парк, переходил на другую дорогу, первый раз ее расширили до 8 полос, лет 10 назад, и вот лет 6-7 назад там сделали 12 полос и просто создали там взлетно-посадочную полосу прямо в центре города, и проблема в том, что то, опять-таки, ради чего это делали, цель не была достигнута. Ну, потому что опять сужается же, и от, со стороны дворца, не дворца, как он называется, со стороны центра гидролива, когда едешь, и со стороны бывшего Гаганинского моста, когда едешь, все равно же потом сужается. Да, это называют типичное бутылочное горлышко, то есть, вот элементарно, возьми там бутылки, там большие, широкие, узкие, да есть, у них горло одинаковое, то есть, все равно будет опираться в это место. Поэтому, опять-таки, не могу сказать, какое-то ужасное место, но я считаю, что и там, кстати, в свое время, там трамвай заворачивали по этой улице, шли дальше на 28 мая. Считаю, что я хотел бы, конечно, увидеть тот день, когда на этой улице вернется парк, вернется трамвай. Конечно, это то, что я бы вот кардинально сказал бы, можно улучшить лучшую сторону. К сожалению, сейчас, как сказать, то есть, вот это, вот это стереотипное мышление в обществе, которое идет дальше, наверх, и люди видят, что надо везде расширить дорогу, кардинально неправильное решение. И пока вот этот стереотип не развеется, конечно, это не поменяется. Я не знаю, ты видел или нет, но последние несколько дней опять поднялся вопрос о возможном переносе столицы. Депутат один предложил, что надо переносить столицу, таким образом спасти ситуацию, таким образом перенести все государственные учреждения, университеты и так далее. И это спасет, разгрузит город. Как ты относишься к такому предложению? И есть ли положительная куда бы ты ее перенес? Начну с того, что сразу отношусь к этой идее отрицательно, утопично, как хочешь называть. Почему? Ну, потому что, опять-таки, все это преподносится с точки зрения того, чтобы там разгрузить город, уменьшить пробки и так далее. У меня вот единственный вопрос. Еще там говорится, что университеты перенести. У меня вот единственный вопрос. То есть, вы сколько человек, сколько тысяч человек вообще физически сможете куда-то перенаселить? Сколько вам для этого нужно денег, чтобы построить другой город? И вообще, уверены ли вы, что после этого ситуация в Баку с пробками улучшится? Потому что, во-первых, это нельзя делать насильно, скажем так. Окей, ты перенес... Ну, ты поэтому переносишь чиновников, которых не насильно, когда ты вынужден переехать будут, и ты перенесешь университеты, студентов, которые вынуждены будут переехать. И в качестве примера говорят вот, там, Анкара, там, Исламабад и так далее, и так далее. Стало ли меньше машин там или пробок меньше в Стамбуле после переноса актаров? Ну, если бы не перенесли, было бы еще больше. Нет, это неправильное суждение с той стороны. Или в Алма-Ате, может быть, стало меньше пробок после того, как построили Астану? Нет, не стало. Тут вопрос в том, что даже если... Я сразу один такой дисклеймер скажу, что я не против того, что нужно вкладывать средства, деньги в развитие региона в целом. Я категорически не против, это надо делать. Я вообще начал с того, что у нас очень много регионов административных единиц, то есть на маленькую страну, по-моему, около 70-80 регионов, в той же Грузии, которая меньше нас, всего там, ну, 10 или 12, если не ошибаюсь. То есть надо делать полностью, перераспределить, там, создать административные центры. У нас какая сейчас проблема? У нас, например, берешь какой-то северный регион, вот есть экономические зоны, например. Ну, вот это самое милое дело. Я так понимаю, все пойдет к этому. Да, Кусар, там, не знаю, Хачмаз, они, в принципе, у них должно быть какой-то единый центр. То есть должна быть условно какая-то там, допустим, Кусарский район, Кубинский район, его центр, он должен быть центром притяжения, а не так, что это все сильно распределено. То есть это другой вопрос, это к тому, что, да, региону, естественно, нужно пересматривать, развивать. В общем, ты против. Да, но против, потому что это будет невероятно огромные средства, то есть речь идет даже не там миллиард, не о единичном миллиарде, то есть о десятках миллиардов, но ты за эти деньги можешь в Баку так навести порядок, такой общественный транспорт построить, там, столько станций метро построить, настолько уменьшить людей зависимых автомобилей, что никому переносу в столице смысла нет. Опять-таки, даже если я люблю говорить фактами, цифрами, проверил, значит, это преподносится с точки зрения плотности города, правильно, плотности населения. Я сейчас тебе скажу цифры. Значит, с Баку начнем, значит, его официальная административная площадь, скажем так, которая включает в городах и так далее, это 2140 квадратных километров, допустим, даже если мы вычтем в городах и так далее, скажем, это 1500, с населением, даже если 4 миллиона, как ты говоришь, это площадь, население у нас получается около 2869 человек на квадратный метр. Теперь, какой показатель? Пусть даже 22500. В Париже плотность населения 3500, в Варшаве 3600. Метр или километр? Нет, человек на квадратный километр. Километр. Да, человек на квадратный километр. То есть мы по плотности населения Баку далеко не самый такой. Это из тех стереотипов, что в Баку много машин, а в Баку на самом деле автомобили на душу населения гораздо меньше, чем в любом европейском городе. То есть больше, чем в Амстердаме, хотя ты в Амстердаме никогда не попадешь в пробку, потому что все люди идут на велосипеде. То есть количество автомобилей, большое количество автомобилей нет, плотность населения нет. Просто неправильно организована мобильность людей, которые вызывают от этого вот это чувство что город перенаселен много каких автомобилей вот какой быть правильный дать эту жизнь много движущихся автомобилей много автомобилей который каждый день выезжает на дорогу то есть да очень много используя автомобилей который приводит к такой ситуации например пятки говорю возьми вот какой-то совсем разве европейский город тоже испанию автомобилей много но многие едут днем на общественном транспорте в рабочие дни по субботы выходным едут там за город там на дачу кто на природу то есть пользуются автомобилем никто не запрещает конечно но просто нужно уменьшить количество используемых автомобилей которые выходят на дорогу вот и если говорить о регионах ты делал репортажи из регионов показывал инфраструктуру различных регионах страны различных районах страны какой из районов азербайджан от тебя удивил больше всего знака минус где вот все плохо не только с транспортом вообще с инфраструктуры города и какой наоборот вот ты не ожидал и он удивился со знаком плюс не знаю насколько это будет объективно и справедливо потому что но я надеюсь на твою объективность в каком плане то есть я просто не не все видел вот это поэтому из того что ты из того что я видел скажем так если я городов 10 видел на которых я оставался мне везде я конечно репортажи но очень сильно меня разочаровал губа на самом деле разочаровала потому что видно что скажем так даже там когда-то и так так на регион выделяется мало денег но ты видишь что там прям в центре кубы построили какой-то пешеходный пешеходный переход из серии того что на украинском круге то есть ты видишь что просто там и не знаю да не миллион там не может 2 миллиона построили на пешеходный переход хотя тебя всего там денег сколько то есть элементарные даже горе построить тротуары которых там нет очень плохо с общественным транспортом вообще в регионах все плохо с общественным транспортом ты идешь грязь тротуар заканчивается там асфальт заканчивается вообще это центр города это даже та часть которая остается до моста через гудьял чай нигде этот красный ладони вот эти это считается центром города это все мы показывали очень сильно разочаровала меня пятки теперь вопрос потому что что понравилось что понравилось неожиданно мне очень понравился миги чавор миги тебе по нашим этим видно что ну понятно что город в целом с нуля построенный то есть более аккуратный более скажем так ухоженный очень зеленый этом в мае прошлого года был там уже все расцветало эти широкие тротуары есть там типичные советские какие-то ошибки то есть там например вообще не предусмотрены нигде пандусы и так далее но это это не претензии к миги чаверю до недавнего времени баку их не было да и сейчас не везде да и сейчас не везде есть вот этот момент может быть но еще я такой момент хочу обратить внимание иногда слишком много денег они вредят городу в каком плане потому что начинаются вот эти бесконечные то что видел баку то есть я уверен что если бы в миге чаверя сейчас путь из какие-то большие деньги они то почему посмотрели бы на боку и начали бы сносить тротуары там ради расширения дорог там сносить вот эти деревья зеленое ограждение наверняка если там были какие-то большие инвестиции там его застроили вопроса новостройками но там так уже есть несколько не очень хороших примеров но видно что из-за того что вот это как дикая природа дабили чем никто не обижался просто адамон или даймин да видишь что вот как вот лучше оставьте ничего не трогайте да лучше вот здесь все так аккуратно будет но очень сильно меня удивил могу такой пример привести а можно ты спросил три примера еще один можно еще один приведу такой ужасно урбанистический пример который видел не в баку видел в генджи это просто я был тоже в реальном шоке мы были в генджи в марте этого года красивый исторический центр конечно есть вот те же проблемы как что в баку там где в этот известный красный кирпич который генджи его начали оглаем застраиваться зачем облицовывать вот этими плитами это другой разговор то я как-то понял что новость в баку увидели но я когда приехал в район куда мне привел к нему гость это день не генджа есть такой жилой микрорайон я просто был в реально в таком я попал реально такую депрессию потому что видно что это типично такой свое время там стояли вот эти лили не стояли до сих пор стоят микрорайон квартала то есть допустим что он похож на нас 8 7 8 микрорайон но видно что там полностью дворы просто как бы исчезли то есть одна большая такая грязь грунт то есть это зимой этой осенью это грязь а летом это скопы пыли автомобили просто распаркованы по всему кто чуть ли не прямо в воротах оставлю у блока оставляет то есть детских площадок вообще нет в принципе деревья прям все почти половина как пеньки там чуть дальше мы прошли огромная такая яма с мусором там год по вечерам сжигают мусор ну реально то есть это такое не очень хорошее было впечатление что то есть но при этом ты видишь что когда это закладывали там даже соблюдали вот эти нормы инсталляции это вот освещение правильно под под правильным углом там чтобы в квартире попала попадал свет там к востоку к западу вот эти балконы которые были учтены видно что очень хорошо было хорошее начинание но и вот к чему это привело там даже если посмотреть на эти фотографии допустим 50 лет назад и сейчас реально просто реально плачевная картина очень депрессивно хотя ты видишь аналогичные примеры в тех же постсоветских странах странах восточной европы вот как даже не говорю про восточный берлин тоже варшаву я говорю тот же будапешт говорю ты видишь совет типичный советский социалистического стиля микро ну как его облагородили то есть там ты даже хочешь жить больше чем наших новостройках настолько все там аккуратно привели в порядок здание оставили его прибалтики также прибалтики наверняка не был но возможно что там такая ситуация кстати если говорить о европейских городах и не только европейских которых ты тоже снимал свои репортажи из них какой тебе больше всего понравился где инфраструктура городская тебя прям вот привлекла и ты говорил вот хотелось бы чтобы баку было также вот это это где наверное я назову будапешт хоть опять-таки это центрально-восточная европа даже не берлин конечно хотя были тоже допустим хорош но будапешт это прям с точки зрения мобильности доступности общественного транспорта шесть видов общественного транспорта шесть это автобусы троллейбусы метро трамвай такси и водный транспорт шесть видов общественного транспорта то есть это не далеко не везде где в европе есть огромность это самый самая большая сеть трамваев вью одна из самых больших сеть трамваев и метро там очень сильно развито велосипедные дорожки вот это все учтено пешком там ходить зеленый город очень красивый кстати недавно его затопило но к дуна и поднялся она не слышала в некоторых городах в вене и так далее да но сейчас она уже отошло то есть в этом плане плане передвижения и если мы говорим именно вот саньонемлющая город для людей на это один из самых таких лучших примеров возможност которых я видел могу сказать город который не могу сказать что самый лучший но удивил удивила меня пятки варшава в которой недавно был думал что это наверно что-то типа ну не знаю такого да может быть одессы киева что-то такое да социалистическое но на самом деле видно что тоже есть прогресс видно что что-то пытается хорошо сделать пытаются наладить общественный транспорт трамваи новые закупают быстро можно по всему городу добраться на трамвае есть даже там система не ожидал увидеть там но тем не менее есть эта система называется park and ride это когда допустим ты из пригорода приезжаешь на остановку тату автобусного хаба скажем так там оставляешь машина дальше передвигаешься на общественном транспорте парковка самая платная но если ты купил билет на общественный транспорт то есть ты воспользовался городской инфраструктур и ты уже за паркинг не оплачиваешь хорошая хорошая стими да хорошая стимуля тость платная парковка od 0109 Allegro в час но если ты купил или есть проездной, значит, ты оставил машину, ты не въехал в город, спасибо, что не создал пробку, вот тебе парковка бесплатная. Бесплатная парковка. Бесплатная парковка, да. Такая-такая система есть, но Малапешт, на самом деле, очень сильно впечатлил. Берлин, в принципе, тоже хорошо развит, но Берлин – это Берлин, это понятно, то есть даже по сравнению с бюджетом, с масштабом, но Германия, наверное, с Венгрией не очень правильно сравнивать, но Венгрия для своего бюджета, для относительства такой маленькой, скромной страны. Очень хорошо. И население в стране 10 миллионов, что-то похоже на нас. Смогла, да, смогла сделать так, чтобы избавить людей от автомобильной зависимости. У меня последний вопрос. Скажи мне, каким ты видишь Баку через 5-10 лет? Исходя из той реальности, которая у нас сейчас есть. Исходя из той реальности, которая у нас есть, конечно, безусловно, будут скорее всего в том же темпе продолжаться попытки улучшить общественный транспорт. Пока что это мы видим попытки, то есть будут опять-таки продолжать строить побольше автобусных полос, побольше, побольше, я не знаю, там, виллоинфраструктуры и так далее. Будут стараться людей и здесь стимулировать пользоваться автомобилем. Скорее всего, это будет продолжаться в таком духе. Теперь, через 10 лет, может быть, я очень надеюсь, может быть, конечно, мы придем к тому, что будет создан какой-то третий вид общественного транспорта. Либо это будут трамваи, либо это БРТ, о которых мы сегодня говорили. Возможно, это тоже будет. Но, так или иначе, тоже, я думаю, что все уже за последний год это увидели, что, скорее всего, как бы это ни было контринтуитивно, как бы ни было, как бы очевидно, скорее всего, единственный способ избавить Баку от пробок, это будут продолжать делать так, чтобы ты поменьше въезжал хотя бы в центр города на автомобиле. Да, будет сложно с менталитетом, будет сложно как бы бороться с этим стереотипом. Но, так или иначе, люди в итоге поймут, что как бы нужно эффективно тратить свое время. То есть, можно не 4 часа в день стоять в пробке, там 2 часа утром, 2 часа днем, можно это время потратить на себя, на своих детей. Если это на год умножить, то целый месяц ты в пробке просто. Я думаю, что люди очень надеются, что они это поймут. И если это будет продолжаться в том же духе, я надеюсь, что какие-то позитивные изменения, потому что есть ну как бы есть какое-то определенное дно, к сожалению, во многих наших сферах. Да, мы пока об это дно не ударимся, мы развиваться не начинаем. То есть, мы как бы на какие-то грабли даже наслаждаться будем. Ты считаешь, что мы уже достигли дна? Я думаю, что мы очень близко к дну. Ко дну. Самое главное, если разрешишь свое заключение, я считаю, что очень быстрое развитие, может быть, даже не через 5, не через 10 лет, начнется тогда, когда у нашего города наконец исправится система управления. То есть, я очень хотел сегодня об этом поподробнее говорить, но я думаю, что это можно этим резюмировать, что сегодня в Баку, во всех других регионах тоже, особенно это в Баку, чувствуется, что нет единственной координации. сегодня система транспорта в Баку это лебедь, рак и щука. То есть, ты обращаешься, я же, кроме вопросов просвещения, занимаюсь тем, что я пишу регулярно обращение государственным органам, мне постоянно отфутболивают, я постоянно говорю, особенно по вопросам тротуаров. Я пишу, и Джаха Кемейте говорит, есть ли нагляд, агент ли, есть ли нагляд, агент ли, пишу, мне говорят, обращайтесь в соответствующие, какие соответствующие, кто все эти люди, то есть нужно, единственное, у города должен быть реальный мэр, да, можем сказать, Эльдор Азизов мэр, но Эльдор Азизов отвечает за транспорт? Нет. Отвечает за метро? Нет. То есть, очень много вопросов, которые не просто не в распоряжении нашей городской власти. Должен быть, единственный мэр должен быть, единственный человек, конечно, он должен быть, как во всех странах, избираемым человеком, должен быть ответственным избирателями, единственный, он должен быть под отчетом президента, больше никаких агентств, там, и так далее, все эти агентства, которые у нас есть, на самом деле, должны быть департаментами этой мэрии, вот и все. Далеко ходить не надо, возьми, Тбилиси, Стамбул, Москву тоже, есть главный человек в городе, допустим, тот же Собянин, опять-таки, Россия может быть не самый лучший сейчас пример, да, но тем не менее, да, или возьми, Акерем Имамобулу, то есть, все, что происходит в Стамбуле, отвечает этот человек и за его транспорт, и за его садики, и за его здравоохранение, и за его улицы, ты можешь просто к нему записаться на прием, и сказать, что мне такая-то проблема, а что в Баку, ты приходишь в одну структуру, со всеми я встречался практически, Арком, Ибена, и Айна, и Джаха Акима, это я по телефону несколько раз говорил, единственное, что они говорят, что это не к нам, очень удобная позиция, я думаю, что когда вот этот вопрос найдет свое решение, мы тогда, конечно, это будет новый толчок в развитии нашего города. Дай Бог, чтобы так и было, мне сегодня было очень интересно с тобой поговорить, спасибо тебе большое, я надеюсь, все будет так, как ты говоришь, и может даже лучше, и мы с тобой застаем, я тоже, мы с тобой застаем те времена, когда по городу, не только по Баку, но и по всем остальным городам нашей страны передвигаться будет, вне зависимости от того, что это на общественном транспорте, пешком или на машине, удобно, комфортно, приятно и с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо большое, очень интересный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok